Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова вместе. Даже ранним утром 1 января страна спит, нам спать некогда, мы даже все успеть. Сильно много потеряно было времени, сил, много потеряно было сортов, давайте нагонять. Итак, естественно, что начинать Новый год надо только с хорошего, с лучшего. Напоминаю, первая серия случилась вот так. В моей жизни появился один из лучших садоводов России, и смело говорю, зная, что то, что он сотворил, дано не каждому. Он не мой ученик, зовут его Шамиль, он не мой ученик, но какие-то приемы перенял от меня в том числе, и это помогло ему вырастить более здоровые деревья, чем если бы он эти приемы не перенял. Первая серия была посвящена именно этому, и плюс восхищению. Вот. Помните мое любимое выражение? Открываешь, мы в фотогалерею не забыть положить под язык валидол. Друзья, где валидол? Теперь Шамиль будет вас это самое удивлять. валидол. Вот это мы все проходили, это на грани реального, это на грани возможного и невозможного. Вот. Причем выполнил все рекомендации официально из книг. Ой, где эта книга? Ладно. 100 тысяч экземпляров, и все они, и опять все деревья неправильные. Вот. Так вот, мы получили все эти рекомендации. Никогда, не то что у меня на севере Сибири, на юге у него никогда бы не было таких результатов. Вот. Самостоятельная личность думает, наблюдает, уникает. Вот. Вот до сюда мы дошли. Так. До сюда мы дошли. Полюбовались на сливы, на шелковицу, на абрикосы, на его агротехнику. Низкостамбовая форма. Все прекрасно объясняет. Вот. Уникальные сорта. Вот. Видите? Как сюда какая. И дальше мы, наверное, надо было немножко, как сказать-то, пошла экзотика. Так. Я чуть-чуть уже рассказал вот про Муршнуву. Нет. Вернусь чуть-чуть назад. Вот вторая серия. Это экзотика даже для юга России. Вы понимаете? Что-то у него из Крыма, что-то из Дагестана, что-то еще южнее. Вот. Вот. Может была германская. Давайте полюбовимся. И закончим именно экзотикой вторую серию. Полюбуемся еще. Почему? Да. Мушмула и много чего еще нам, сибирикам, пока не доступно. Вот. Но я всегда говорю, это один из моих, я считаю, очень полезных советов. Выходите за рамки допустимого. Почему? Идет великое потепление. Вот. Это значит, серия была невозможна. Почему? Мушмулини переехать за 100 километров на серию. За 300, на 500. Вот. Как у нас случилось? Перекрыли. Извините, это учебный фильм. Перекрыли Енисей, да? И 30-40 километров в узком ущелье изменился климат. И появился поселок Черевушки. Появился урочащий из Альбель. Большой карак, малый карак. Майна поселок. И на первом этапе. Грецкие орехи получились. Персики получились. Шелковица получилась. Пусть единичный случай. Но за ними никто не ухаживал. Они растут себе, растут. Абрикосы почти такие же. До 120 грамм получились. Сливы роскошные. Эти самые. Яблони до 500 грамм. Груши сладчайшие. Все было. Потом нахлынула литература. Литература красивая. Я когда брал в руки журнал «Председательное хозяйство», у меня руки тряслись. Я вот так читал «Председательное хозяйство». Это событие. Вот читаю и строчки не вижу, потому что от волнения. Что у меня в руках-то журнал. Кто бы знал, что потом случилось. Люди взяли в руки секаторы, ядохимикаты, потом ядохимикаты, лопаты. Калечили, 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 калечили. А деревья покрывались. Чем дальше калечили, тем больше грибов, тем больше плесени, тем больше тли. И все это умудрились вывести. Сейчас еще есть. Я показывал фотографии. Я почему сравниваю. Шамиль живет где? В Сторопольском крае. Конечно, поселок Черовушкин, Сторопольский край. Но я снимал фильм, я проезжал мимо, снимал фильм, показывал замечательных садов. У них уже деревьям 20, 30, 40 лет. Прекрасное все. Но это остатки. Там весь базарчик был, десяток ведер, 20 ведер. Все. Понимаете? Уничтожили агротехнику. А Шамиль наш человек. И вот, когда в первой серии все это мы разобрали, кое-что можно двинуть на север. Ну, а почему на север нельзя двинуть черешню, вишню, шамильевскую, допустим, персики. Ну, север, север, ловкие палки, мелкие, 150 грамм. Лечит со стула, не упал, когда он назвал персики из север и персиков, из косточки, 150 грамм. Назвал мелкими. Точно говорю, это, разговаривая, Шамильев, надо за стул держаться. Вот что дальше. Экзотика. Давайте теперь экзотику. А? Пусть это будет вторая серия. Извините за длинное вступление. Сегодня я первый число, у меня хорошее настроение. Меня поздравил человек то ли 200, то ли 300. Полдня только поздравить в свою очередь людей. Это же здорово. Вот сколько нас уже. Итак, башмола германская. Шамиль, продолжаю. Ну как? Валидов. Ну, север рядом нам это пока не светит, но лежание. Тоже, извините, не в каждом дворе. И не в каждом тысяче в дворе. Давайте это самое. Любоваться. 7,6 грамм. Давайте, давайте, давайте. Смотрим дальше. Ну, извините, виши черешни. Я сейчас не вникаю подробнее. Я просто показывал, чем надо любоваться. Вот. Виши черешни, я считаю, экзотика тоже самая экзотика. Мы же смотрим северяне на это как экзотику. Вот. Смотрим дальше. Добрый день. Хочу снять, показать, вернее показать, а не снять. Мушмулу германскую. Таких размеров она в этом году они крупнее. Что-то не фокусирует. Вот, сфокусировала. На видеоролике смотрится как будто мелкие. На самом деле они в этом году очень крупные. Привит на грушу. Терпи, ничего себе. Снизу к форесу пошла. И я туда взял. Ребята, а если на усулиську грушу? Вот правда на грушу привил? Вот это для меня новость. Ну, брат, удивил. Я думал, уже это удивить невозможно. Удивил. Слушаем дальше. Добрый день. На самом деле они в этом году очень крупные. Привит на грушу. Жоль. Лися. Снизу к форесу пошла. И я туда взял. Азиатскую грушу привил. Волшебный. Настоящий волшебный. Господи, как редко мне такие праздники выдаются. Вот это Новый год. Ну, Шамиль. Это информация, это подарок. Редкие принца. Ну, спасибо. От тяжести плодов. Какие-то мелкие, какие-то крупные. Посмотрели, это закончился фильм со звонком. Так. Продолжаем. Добрый день. Вот у Наби. Как тебель. Возле забора посадил я эти деревья, чтобы не мешали мне в саду. Вот они, они. Самые крупные, конечно, уже сняли. Вот. Эта ветка на подпорке, потому что она ломалась от груза, от веса плодов. Эта ветка на подпорке, потому что она ломалась от груза, от груза, от груза, от груза, от груза, от груза, от груза. Это обычный дикий унаби. Очень-очень колючее дерево. Вон сколько плоды здесь я сейчас спел их. По сравнению с Таянзалом, вот, дикий и Таянзал. Также когтебельский. Ну, когтебельский, он, конечно, самый крупный. Больше, больше 50 грамм ягоды. Плоды, плоды, ягоды, как там их. Вот. Вот, который не спелый. Ну, плод не спелый. Вот. Когда поспелит, то же где-то больше 40 грамм. Так, дальше идём. Вот это что за чудо? Наверное, это 79 грамм, наверное, да? Ладно, посмотрели, полюбовались. Вот, чем я не разбираюсь, так это в экзотике. Таянзаля, но его похоже на таянзаля, таянзаля, таянзаля. Идём дальше. А вот мой гранат. Видеоролик никогда не снимал, только фотки постоянно показывал. Вот он. Вот мои гранаты. Одежда мешает. Рядом одежду повесили. Так, так, так. Обходим, обходим. Вот, вот, вот миндаль. Ой, миндаль, говорю. Гранат. Вот он. Коктебельский сладкий. Вот сколько их. Это на второй год плодоношения. Вот, сегодня тоже лопнутых три штуки сняли. Это в траве в тени был, вот этот. И он цвет не набрал какой-то. А то, что солнца не было, загарнет. Остальные, вот они. Вот. Ну, размеры вот. Их не вот размеры. Плохо видно. Вот они размеры. Не мелкие они. Хорошие. Так, друзья. Думаю, это все. Ага. А вот мой танк. Коктебельный миндаль. Вот он. Он привит на... Не знаю, на сливу, по-моему, привит. Точно не знаю, я покупал это дерево. И на нем миндали уже закончились. К сожалению, только нашел один. Вот этот вот. Это вот миндаль. Танк-корый. Видите? Он ломается. Но внутри он пустой. Вот он. Пустота. Так, сейчас я... Мне надо посмотреть, идет и запись, что бывает. Старайся, старайся. Так. Идет запись, поэтому мы продолжаем. Миндаль посмотрели, смотрим дальше. Всех приветствую. Саляму алейкум. Хочу показать свою миндаль. А то в группе все время пишут про миндаль. Вот миндаль мой. Это сельниц, который я сам посадил. Тут метра четыре, наверное, высота. Может, и больше не знаю. Рулеткой не мерил. Примерно вот рядом у меня был, не растет. Вот. А это уже миндаль. Сейчас еще один миндаль. На этом миндалеке уже закончились эти... Молодые сами миндали вот эти корешки. Уже их съели. Не было их много. Тут первый год она плодоносит. И всего лишь три года. А вот четыре года миндалю. Ну, он у меня два года подряд... Нет, ему не четыре, больше четыре. Пятый, по-моему, это миндалю получается. И три года подряд он мне давал полупустые ядра в самом миндале. И я его перепрыгнул. Я думал, что он сам по себе такой. Ну, здесь у него много прививок сделано. И в этом году на нем... Молодые прививки. И сам вот этот родной свой вот этот вот дерево тоже оставил, чтобы проверить. Оказалось, что ему нужен апреле. В этом году у него такие хорошие, прям, эти плоды были. Они сейчас тоже есть. Вот здесь мы их... Вот здесь на полу мы их чистили. Вот они, они. Вот. Мы их чистили. Сейчас тоже на дереве их там есть. И сейчас потрусить. Можно и... Тоже сейчас взять их. Вот они, бухари. Ну, миндаль, он... Скорлота крепкая у него. Вот. Очень крупные. Это сейчас как бы упал мелкие. Есть такие крупные, которые... Вот. Очень хорошие миндаль. Есть еще миндаль у меня, который... Танкокорый. Который вот легко... Легко корится. Который... Ну, он тоже ранее уже закончился. Если я там что-то вдруг, если я найду, я покажу. Сейчас пойду посмотрю. Там, может, найду что-нибудь. Так, продолжим. Ну, и, наконец, Ассорти. Я так понял, здесь он показывает все подряд. И на этом его... Документальные факты закончатся. Смотрим Ассорти. Ну, и давайте посмотрим. Редактор субтитров Н.Н. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, поливать ему приходится, будь здоров. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Горечная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. Шелкается что ли? Ах, давайте шелкается. Шелкается, цельная система, на юге это принято, с неба влаги не хватает. boy Это принято, с неба влага влаги не хватает, с неба и удивляет, с неба влаги не хватает вывала верNI, боясная система, на юге это расхожу Porsche, с неба влаги не хватает. Шелкается Choice, как и не хватает. В consultants есть последний, вн uitera gjенто и все те же в나� Mizичнее чилисноеawsострение. Балее, можно увидев злоше. так друзья значит сейчас мы с вами выходим из показано что было все я показал какие-то итоги наверное итоги должны быть так звучать те приемы которые я придумал для севера вот на люди тоже нужны это щадящая технология пусть меня недавно упрекнули сказали да это все до вас забыли до холмы за это меня изобрели но как-то молча да многие не собираются обрезать деревья их не надо отговаривать они не собираются обрезать посадила растет но ты иначе что я должен все время твердить ребята не подходите секатором это моя роль и вдруг мы встречаем сад практически идеальный так вот то что вы видите перед собой это самое то что вы видели на экране я все время подчеркиваю у нас у меня есть оппоненты оппоненты серьезные настолько серьезные что а у меня никаких погон нету у меня званий нету мне приходится трудно я получил такого союзника в лице шамиля почему чистый юг как он там говорил минус 7 ниже не было последний год представляете действительно юг и в то же время он еще более южный пробил он уже продвинул ставрополя это север для многих этих самых экзотических растений которые мы видели можете дальше двинует но это теперь надо шамелем дружить а вот так вот шамелем дружить надо ребята вот он сильно не раскрывается может правильно делать ну сравним еще с чем когда я послал материалы путину вот они пошли по не спадающие но это примерно выглядело так значит вспоминаем сказку знаменитую царь дает задание этим самым своим невесткам будущем и нынешним выткать ковры так невестки решили нахрен нам это надо ткать будем попросили какого-то деда старика выткать ну и он выткнул вот вот примерно так же было от путинской администрации мои материалы книги эти самые диски учебные вот все это пошло минсельхоз минсельхоз академия наук академия наук туда к вам шамили северокавказский университет ответа туда не было то есть чистый футбол никому не интересно подумаешь там это сибирский вариант вот настоящего сада в принципе сады наши похожи чем я и горжусь что это удалось продвинуть юг на север и вот получилось следующее едет путин в одном случае в другом случае медведев и все вот туда же а им же надо показать что что то есть и нам показывают панораму стоят столы а на них столы ломятся от фруктов каких яблок и правильно винограда а где все что в вашем саду неужели трудно было например как же бы это у нас принято подпускать так быстренько по всей округе дать команду всем обыскайте а найдите такой сад вот быстренько с этого сада все подряд 150 граммовые абрикосы собрать быстро и на стол похвастаемся что у нас такое есть обыскать ставрополя краснодарский край так вот ну тогда что надо делать не догадались чем угощали а где в этом институте то что есть у шамиля а вокруг меня сколько института а уже закрывает и заменит институт центров садоводства сибири имени лесовенко мне очень-то и нужен учитывая такие скромные достижения и все равно обидно заберите все мое и через возьмите туда эту мы моих учеников нескольких я уже сколько их показывал и там будут эти в этом институте через пять лет будет то что туда уже можно туда уже можно звать так же как позвали хоть что-то показать позвали в эту самую краснодар путина и медведевну тогда можно было бы и в сибири уже позвали всего лишь через пять лет они хоть знают что вы существуете шамиль там этот университет северо-кавказский вот это вопрос а они знают что вы есть наверняка у них все таки было берем черешню режем 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 ой сдохло почти так же как это знаменитая поговорка как крестьянин говорил не буду утащать какой уже совсем лошадь эту чему есть еще два дня бы отвыкла нет сдохло а сегодня 1 января но возвращаясь к реалиям есть южное садоводство вы меня открыли глаза я многого знал дружба с кордюмом говорила ну да такой уровень я не рассчитывал я вас провоцировал может быть обиделись или просто ранее мы же они же не жирнелы комшеты спасибо давайте с новым годом друзья с новым годом шамиль сейчас придумают звучит название для этой второй серии страна должна знать свои герои когда-то когда-то такие сады как мой ваш будут окружены высоким казенным забором чтобы туда мышь не проскочила я говорю образно вот кругом охрана кругом таблички что хозяин железа или хозяин сабили имеет право подходить все они под защитой пока с этих садов не будет все черенки вырезаны отправлены в научное учреждение все все юга россии или к железовский сад все собраны все должны быть плоды у меня кстати в погребе их 3 3 миллиона этих косточек абрикосов вот треть миллиона ждут свой час охрана охрана пока все черенки не будут вырезаны отправлены все сады уже средней полосы сибири дальнего востока врала это железовский вот вам юг мне север а поделили какая-то мысль ну друг 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 меня наболело это новый год я как бы подружу итоги старого года сами поэтому я беру шире ширше шире чем чем просто показать ваш сад вот медведеву вручают когда было давно это было когда он баллотировался президентом лет 10 15 назад не помню ему вручают диск на этом на собрании а в диске мои 100 200 фотографий невиданной красоты такие же такие же красавцы как ваши точно такие же точно 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 и такие же сливы вот но это сибирь вот это все в сибири вот это вот это черный абрикосы в сибири извините я разволновался и вот такие плоды и говорят вот там есть такой железо вот вам диск пожалуйста рассказывать живой человеку диск передает помощнику секретарю и говорит сейчас предвыборная кампания закончится и мы это самое все посмотрим до сих пор смотрят наверняка диск не он вряд ли был выброшен так не принято он наверняка был в академию наук отправлен а там признавать все что на диске это значит работать придется или как очередной раз назвать железо проходимца извините шамиль наболело но я про вас честно как обещал все рассказал вы волшебник одно из моих постулатов напоследок на юге вырастить вот всю эту роскошь не нас не это не на не на не 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 легче чем на севере а то ах на севере я привожу всегда пример север это генерал мороз уничтожает тех самых вредителей на юге у вас их больше так нет вот зато мороз уничтожает и деревья заодно вместо свидетелями а у вас все таки поляще везде трудно если не относиться к деревьям по-человечески заметьте фразу если не относиться к деревьям по-человечески по-человечески значит любить их присоединять как можно меньше боли как можно меньше калечить да вы калечили вы выжигали этот самый бактериальный ожог но это также как человек ампутирует гангрену пальцы ноги гангрену там да но здорово это дерево абсолютно здоровые деревья красавцы ни одной пораженной ветки прекрасное положение нет отвергать каждую третью ветку или каждую вторую так все меня понесло спасибо всемире с новым годом с новым счастьем вот пусть и все будут вот такие сады вот на девушку не смотрите смотрите на сибирский абрикос все ой что-то это разволновался если бы ты знал свой мир как я тебе благодарен не было бы вот этих фотографий мы бы не знали что живет в Ставропольском крае настоящий волшебник волшебник все с новым годом с новым счастьем и самое главное что сейчас я добавляю всегда ребята пусть в 2023 году у нас будет мирное небо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания